Крипто привет! Это YouTube канал Криптомыла, новостная рассылка Decrypto.email, рубрика Crypto Digest, в которой мы рассказываем о самых интересных событиях из мира блокчейн и криптовалют. С тобой сегодня Левонтий и Виталий. Крипто салют всем, кто с нами. Подписывайся на наш канал Криптомыла, присоединяйся к нашему крипто сообществу на ресурсе Decrypto.email. Ну посмотрим, что у нас происходит на данный момент с рынком криптовалют. Но сам рынок, конечно, он буквально еще час назад выглядел просто прекрасно. Но вот как мы видим сейчас, такая красная сопля. Да, интересная ситуация. Получается, за выходные, перед выходными многие трейдеры известные давали прогноз о том, что биток, скорее всего, от этой отметки 6,600-6,700 сходит вниз. То есть будет где-то до 6, а может даже и ниже. Но потом следил за разными чатами, поступала информация о том, что многие люди взяли плечи под это все дело и зашортили биткоин. И вот буквально как бы в субботу, по-моему, начался подъем биткоина где-то выше 7,000. Он почти даже до 7,200 дошел. У меня такое складывается впечатление, что просто вот этих вот плечевиков взяли и скинули. То есть взяли, обнулили их. И сейчас, получается, вот происходит такой резкий дамп вниз. Буквально мы только начали подготавливать наш выпуск. И здесь свеча часовая где-то с 7,200 буквально опустилась до 6,750. То есть такая вот... Ну и объем такой, да, солидный, смотри. Ну да. Но это, кстати, часто такая ситуация, когда, смотри, такая большая свеча часовая, и под нее именно кто-то таким объемом огромным сливает резко. Просто сама вот эта вот ситуация на выходных сложилась такая, что такое вот впечатление сложилось, что просто постригли шортиста. Вот и все. И ты, особенно те, кто как бы плечи взял на биржах. Ну, получается, они играли на понижение, да. Понижение не произошло. Наоборот, сходили вверх. А вот теперь идем вниз. Ну да. Так не учились. Ну да, такой своего рода, знаешь, как бы сыграли на ожидании. То есть все ожидали уже практически вот с пятницы, с субботы, что должно вот понижение, должны пробить мы наконец-то этот уровень 6,500. Но этого не произошло. Вот все выходные шел такой легкий флет своеобразный, с таким подъемом выше 7. То есть потихоньку подымалось, подымалось. Вот сегодня на утро даже почти до 7,200 мы дошли. И вот буквально перед записью резкая свеча пробила все вниз. И мы теперь опять на 6,800 находимся. Смотри, ну вот интересно, то, что вот я для себя отмечаю, это все-таки смотри. С одной стороны, биткоин обвалился малость, так получается. А эфир-то держится выше 400 долларов. Может он еще просто не успели сориентироваться, потому что такое резкое падение. Скорее всего, я думаю, сейчас и остальные падают. Да нет, в принципе, за час, за два все-таки уже мог сориентироваться. Просто вот наблюдение такое интересное. Так в том-то и дело, что свеча часовая, еще этот час не закрылся, как бы. Это все происходит буквально сейчас, вот когда мы записываем. Я вот смотрю на эту свечу, и она еще, эта часовая свеча-то не закрылась. Ну хорошо, мы тогда посмотрим уже, получается, через сутки, да, на следующий день, как это будет все происходить. Ну пока вот... А, ну смотри, вот я сейчас уточню, это вот в течение, вот, часовая одна свеча закрыла, сейчас второй час идет, вот в течение двух часов две такие громадные свечи красные идут вниз. И то есть, получается, у меня вот такое ощущение, что мы сейчас опять должны как минимум это дойти до вот этого уровня 6500, который уже неоднократно мы доходили, никак не можем его пробить. И вот такое ощущение, что мы сегодня до него точно дойдем. А может и пробьем, кто его там знает. Ну, вот я просто смотрю, сейчас гигантский такой объем именно на эту свечу. Не, не, ну вот сейчас вот я вижу, что все-таки ниже 400 ушли по эфиру. Да, да сейчас все потянется за этим, да. И просто я смотрю, под эту свечу гигантский такой объем продажи. Так, придется обновить, потому что все-таки за час, за два у нас тут произошли кое-какие события. Так, ну вот смотри, буквально за час мы с 273 сейчас на 263 миллиарда ушли, капитализация всего рынка. Да, да. Все очень быстро меняется здесь у нас. Тут единственное, я хотел, ну вот тут играет музыка почему-то на этом, на CoinMarketCap, видно рекламу пустили такую, странно, короче. Хотел отметить для себя Нео, да, что вот Нео как бы показывал рост в течение этих суток. И это, скорее всего, связано с вот с этими всеми мероприятиями, которые будут проходить в конце этой недели и всю следующую неделю. То есть очень много мероприятий в Европе, конференции, да, вот в Амстердаме и получается Лиссабон, Мадрид, Париж, Вена, Вена, да, Цюрих. Вполне возможно, но не знаю, в последнее время как-то новости, ну так, некоторые новости отыгрывают, а некоторые вроде рассчитываешь и они вообще никак не отыгрывают. Но больше не отыгрывают, я бы сказал, новости такого глобального плана, которые могут общий тренд поменять. Новости, которые касаются именно конкретно каких-то монет, криптовалют, вот эти новости срабатывают. Вполне возможно, что панел. Смотри, там по Верджу тоже получается, что Вердж единственная, ну одна из топ-100 монет, которая тоже приличный рост показывала за последние сутки. Вот, и тут все связано с тем, что они вроде как устранили, да, вот эту уязвимость. Ну там говорят, что они хардфорк вроде сделали уже, да? Ну вот я насчет хардфорка не знаю, знаю, что они устранили эту уязвимость в коде. Ну, насколько я читал в последний раз, вроде бы они устранили эту уязвимость именно с помощью хардфорка. Или собираются с помощью именно хардфорка это все устранить. Так, ну, в принципе, что хотелось сказать, то что все-таки много вот этих вот скамеров все равно внутри Твиттера находится. Под любой новостью, вот допустим новость связанная с Poa Network, да? Опять же, вот, ну, получается, седьмого, да, седьмого и частично восьмого был такой вот рост, который никак не объясняется. Объясняется это только тем, что вот у них был своего рода вот эта вот встреча, да, на какой-то конференции. И вот представитель, получается, Poa Network, ну, присутствовал. И в этот момент вдруг ни с того ни с сего произошел этот рост. Но вот здесь вот, что я для себя хотел отметить, что вот смотри, тут же берутся вот эти вот скамеры, которые якобы, ну, ишь, представляют Poa Network, да? Тут же они, что вот Poa Network, как бы, отмечают, в общем, какое-то там событие, и мы вот раздаем 5000 эфиров там. Тут же люди появляются под ним, которые, типа, говорят, вот я уже там получил, да, 9 эфиров. Тут другой спрашивает, 9 эфиров, а мне всего 7,3 прислали. Короче, ну, вот, сразу куча скамеров появляется. Ну, как бы, скорее всего, не скамеры, я бы даже сказал бы, что скорее-то вот эти вот памп-дамперы. Смотри, сейчас получается, лучше всего памп сделать это под какую-то новость. Пускай она даже малозначительная, но... Не-не, это именно скамеры. Это именно скамеры. Они хотят, чтобы ты им отправил, получается, эфир, а они тебе обещают больше эфиров взамен дать. И вот под каждой новостью, вот, вот абсолютно везде, если что-то происходит, везде вот они тут же появляются, и вот эту свою, получается, фигню начинают нести. Мне просто, как бы, удивительно, почему их не отслеживает, допустим, тот же Твиттер, или, допустим... Почему, да, да, то есть борются... Допустим, админы того же ПО, просто вот этих товарищей, ну, как бы, не сообщат Твиттеру, что вот, ну, как бы, реально люди занимаются откровенным мошенничеством, да? Да, борются с так называемым рекламой, да, рекламой ICO, криптовалют, но ничего вот с этим не делают, непонятно. Да, всем это обязательно, как бы, к пониманию, что в Твиттере таких личностей полным-полно. Твиттеру вообще, как бы, доверять никому не стоит, абсолютно. Да, здесь вот хотел с тобой обсудить новый апдейт от The Palm Beach Group, да, Тика Тивари. Историческое сравнение, получается, биткоина. То есть, то, что мы видим в 2018 году, первый квартал, да, стоимость биткоина. В принципе, мы подобные истории уже неоднократно видели и раньше. Ты вот хочешь что-нибудь об этом рассказать? Ну, я, как бы, такой анализ смотрел, вот просто не помню, от кого. Там, когда сравнивают разные периоды, просто сейчас, когда мы смотрим на тот же CoinMarketCap, на график биткоина, нам вот эти вот все предыдущие периоды выглядят, знаешь, как какие-то мелкие колебания, да? Ну, кажется так, да. Да, но если, допустим, брать именно конкретный период и отсекая вот предыдущие и последующие, то вот эти вот скачки вверх и вниз были, ну, ничуть не меньше. И вот графики выглядели так же, как бы, страшно, как и сегодня. Просто, как бы, это... Да, просто, как бы, в общем, общее количество капитализации увеличилось, и на этом фоне вот эти вот колебания сейчас выглядят незначительными. Но на самом деле эти колебания были, ну, ничуть не меньше, чем сегодня. И каждый раз тут же появлялись люди, да, которые говорили, все это смерть биткоина, что все, все заканчивается. Это просто, знаешь, как своего рода такой повторяющий день цурка своеобразный. То есть каждый вот этот период, когда все растет, все там кричат, радуются, и всегда находятся люди на падении, которые, блин, кричат там, и... Я вот такое знаю впечатление, что их специально там держат и в какой-то момент из клеток выпускают, для того, чтобы они тут просто поорали и привели всех к панике. На самом деле не слушайте никогда таких людей, которые жалуются и так далее, потому что, ну, это психологически такой человек, а когда все хорошо... Да, 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 совершенно верно. То есть вот он в этом апдейте как раз и говорит, что, опять же, незаметно для многих происходят на самом деле очень такие позитивные события, да, позитивные новости. Вот опять же, СЕК, тот же, да, комиссия по ценным бумагам и биржам, которая, ну, вот все-таки, получается, да, не будет мешать или не мешает там этому созданию ETF биткоина. И ETF позволит большому количеству инвесторов покупать биткоин очень легко, да. Это же главная как бы проблема сейчас, что люди вынуждены делать, ну, усилия, чтобы купить этот биткоин. А получается, что как только ETF заработает, то человек сможет, в принципе, подняв там трубку, позвонив брокеру, да, сказать, купи мне биткоина, и он купит этот биткоин. Да, он просто скажет, включите биткоин в мой инвестиционный портфель, фактически так. То есть, многие как бы расценивают ETF, ну, и в целом я это расцениваю как положительное, в плане того, что ETF позволит расширить пользовательскую базу для биткоина. То есть, допустим, те же фьючерсы расширили немного, но фьючерсы – это такой специфический продукт, им не каждый инвестор может пользоваться мелкий, скажем, и так далее. ETF в этом плане – это более широко использованная вещь, которую используют уже и мелкие инвесторы. И там как бы даже кто-то оценивал, это может очень сильно расширить пользовательскую базу именно биткоина того же самого и так далее. То есть, увеличить количество инвесторов. До 500 миллионов человек потенциально. Да, да, слышал такие оценки. Те люди, которые инвестируют в акции, да, вот их 500 миллионов человек, вот в принципе все они смогут зайти таким вот образом на крипторынок. Да, ETF в целом говорят, ну, вот многие склоняются к тому и говорят, что ETF в этом году будет на рынке. И фактически как бы его ожидает, что введение ETF на крипторынок сможет сделать очень-очень мощный памп. Сама это, ну, сама новость, когда она будет как бы введена в действие. Так, ну вот мы с тобой обсуждали на прошлой неделе Coincheck, да, вот японская биржа, если я не ошибаюсь. И вот все-таки ее... Которая пострадавшая биржа, да? Все-таки ее... Там где-то у них NEM украли. Да, да, украли NEMO на полмиллиарда долларов. Это просто, ну, какая-то... Не, полмиллиарда NEMO украли. Почему? 530 миллионов долларов пишут вот. А, они его оценивают в долларах? Мне показалось, что украли именно NEMO на 500 миллионов. Разве не так? Или, может, он как раз тогда и стоил примерно по цене? Да, нет, если я не ошибаюсь, там все-таки речь шла где-то у 400-500 миллионов долларов. Ну, не будем сейчас об этом. Они, насколько я понимаю, из своего кармана, короче, выплатили все-таки этим людям, да, инвесторам. Да, и получается, что вот сейчас, короче, вот Monex Group, да, это онлайн-брокер японский, они выкупили эту биржу. И таким образом они теперь хотят заняться вот как бы криптовалютой в том числе. То есть это просто тоже интересное событие. Мы как-то с тобой разбирали, да, сколько бирж уже было выкуплено, в том числе банками, да, это примерно то же самое. То есть онлайн-брокер заходит таким образом на крипторынок. Ну, вот интерес к криптобиржам просто сумасшедший, потому что как бы эти новости, ну, периодически просто появляются. Ну, биржа действительно как бы представляет, получается, очень сильный интерес, потому что, ну, действительно, практически где-то раз в 10 дней, наверное, оцениваю, ну, какая-то биржа, там появляется новость о ее выкупе и так далее. Да, и здесь вот еще одна интересная новость, опять же, из мира, как бы из банковской сферы, да, из банковской индустрии. Это то, что в Южной Корее один из крупнейших банков теперь будет работать совместно с Omisgo, и Omisgo будет им помогать, по сути, ну, в создании вот этой интеграции блокчейн-технологий, да, в разных сферах операционных внутри банка. Ну, опять же, речь идет просто об одном из крупнейших банков Южной Кореи. По-моему, даже самый крупный, если я не ошибаюсь. Само по себе такое, да, интересное событие, что вот, как бы на моей памяти, я не знаю, есть ли уже такие истории, но, в принципе, они как бы есть, есть. Есть крупные банки, которые, как вот мы говорили, там, в те же биржи выкупают, допустим, но именно вот сотрудничать. Ну, в принципе, с эфиром сотрудничают, насколько можно понять, там, сделать вывод. Единственное, с кем банки напрямую сотрудничают, это, по-моему, с Ripple, если я не ошибаюсь. У них постоянно какие-то новости о сотрудничестве возникают, и банки как бы только Ripple расценивают, как, ну, как бы достойные ихнего сотрудничества, да, своего рода. А вот с какими-то другими, вот именно чистыми блокчейн-проектами, ну, да. Вот именно из Южной Кореи такие новости, по-моему, была какая-то новость о сотрудничестве какой-то еще блокчейн-проекта с каким-то банком корейским. Вот именно в Корее такие новости начали появляться часто. Сейчас OMS Go и какой-то проект еще с каким-то банком заключал, сейчас в памяти просто вылетело. Да, так, сегодня что-то у меня лаптоп немножко тормозит, но все-таки, короче, вот тут получается на Bloomberg, да, но это уже как бы новость такая, я думаю, что ты о ней слышал, то, что Джордж Сорос, да, как бы известный такой спекулянт, да, можно его так описать. Я бы сказал манипулятор мирового уровня, который просто манипулирует не просто там какими-то финансами, а целыми государствами. Совершенно верно. Ну вот этот человек, как бы он такой ярый критик криптовалют был на протяжении долгих лет, ну там, если брать там весь 17-й год, неоднократно он говорил о том, что да, биткоин и вообще все криптовалюты это пузырь, ну и так далее. А теперь вдруг выясняется, что один из его фондов, да, который вот в Нью-Йорке находится, получается, что он получил внутреннее одобрение на трейдинг, да, на торговлю виртуальных монет. Пока, насколько понимаю, они еще не начали торговать, но тем не менее, получается, одобрение уже пришло. Но одобрение нужно понимать от кого, да, то есть от самого Сороса. Ну да. Хотя вот он еще буквально тут вот получается какое-то время назад говорил, что да, это все пузырь и вообще, что это как бы, ну, представляет опасность, как бы, да, и доллар. Ну, надо понимать, что дедушка Сорос, когда что-то говорит, то это, скорее всего, надо его оценивать наоборот, потому что, ну, у него сама суть, именно он кукловод по жизни, и он, то, что он говорит, это, ну, можно иногда все быть абсолютно на 180 градусов другая информация. Да, 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 здесь вот, кстати, в следующей статье, там об этом будет речь идти в том числе, сейчас просто об этом не буду говорить, но вот просто скажу, что он на самом деле в криптомире-то уже находится, у них, получается, доля, да, вот, у его фирмы, доля в этом вот, в оверстоке находится. А оверсток это, получается, у нас, как бы, электронный магазин типа Амазона, да, но они принимают криптовалюту, вот, как бы, просто интересный факт, то есть человек что-то там против криптовалюты постоянно высказывался, против, да, тем не менее, у них доля была в оверстоке, и оверсток это, это та компания, где ты мог в том числе товары приобретать за криптовалюту. Вот, смотри, Леонти, получается, как бы, в очередной раз у нас поступает примерно такая информация о том, что вот этих вот мощных, ну, людей, короче, авторитетных людей, финансистов, мощных банкиров, слова просто расходятся с делом. То есть они на словах нам говорят одно, а действия их не расценивается вообще, как бы, в противоположную сторону. Просто их суть, как манипуляторов и кукловодов, наверное, такая, что они просто, ну, не могут говорить правду, по-моему. Они вот всегда говорят какую-то информацию, знаешь, которая, как бы, ну, по моему убеждению, какая-то лживая. А на самом деле действия их не всегда, ну, абсолютно противоположные. Да, 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 это же манипуляторы самые настоящие. Мы вот только с тобой статью на прошлой неделе разбирали про вот эти как раз картели, да, там, про, что там было. Ну, то есть в какой-то момент у нас, значит, статьи выходят, которые должны людей загонять на крипторынок, FOMO, да, то есть боязнь не успеть, как говорится, зайти по хорошей цене. А это вот мы наблюдали там в конце ноября, весь декабрь, начало января это так было. А потом, получается, у нас период FADA начался, да, то есть Fear, Uncertainty, Doubt, то есть люди начинают, то есть статьи выходят такие, чтобы люди получали, ну, сомнения, да, и боялись, в общем, вообще находиться на крипторынке. Статьи, новости, слухи какие-то страшные и так далее. Рынок как бы ведет себя как-то не это, не уверенно, и вот это вот все складывается, складывается. Но в целом, вот каждый день мы с тобой сейчас новости изучаем, вот у меня сейчас началось такое складываться впечатление, что сейчас происходит какой-то вот именно слом. Сейчас происходит именно такой глобальный информационный слом именно в положительную сторону. Вот казалось бы, рынок сейчас еще продолжает просаживаться, да, как бы негативно, если чисто смотреть на графики. Но в целом новости вот сейчас выходят, и у меня какое-то внутреннее убеждение становится, что какой-то новостной слом происходит именно в положительную сторону. То есть сейчас как своего рода готовится такая информационная база для будущего дампа. То есть знаешь, какое-то своеобразное такое накопление положительных новостей, которые рано или поздно должны как бы выстрелить это все вверх. Я согласен с тобой. То есть сейчас вот как раз момент, когда многие из вот этих крупных инвесторов уже зашли, да, или как бы заходят, кто еще не успел. А потом, да, начнется такой период опять вот как бы бычий, начнутся опять позитивные новости опубликовываться, особенно вот связанные именно с ФОМО, да, чтобы люди действительно торопились, скупали это все. Здесь вот просто в дополнение еще, что Ротчилды, как бы следующая статья, связанная с Рокфеллерами. Ну здесь вот про Ротчилдов говорят, хоть, конечно, такой прям достоверной информации нету, но здесь вот даже твит от Чарльза Хоскинса, это, насколько я помню, основатель Кардана, да. Вот он говорит о том, что раз Рокфеллеры, Соросы и Ротчилды стали заходить на крипторынок, да, то речь может идти о том, что, ну, получается, как бы регуляйшнс, они как бы, ну, лакс, лакс это как бы, ну, не слишком, в общем, будут привязываться ко всему этому рынку, то есть, как бы, связанный с законодательством, то есть, как бы все это должно попроще быть, раз такие люди заходят. И здесь вот просто еще хотел вот этот как раз комментарий про Сороса, то, о чем ты сказал, что возможно все его высказывания о том, что там крипторынок и что биткоин это пузырь и вообще, что это надувательство, мошенничество и так далее, что вот здесь вот многие сходятся во мнении, что возможно, что цели была, как бы преследовалась одна, обвалить рынок, да, то есть, чтобы цены упали, чтобы они могли все зайти по хорошей цели. Ну, Леонти, мы говорим о, как бы, о суперпрофессиональных кукловодах, понимаешь, и как мы можем расценивать их слова. У них фактически любое действие, которое они совершают, и любая новость, которая от них выпускается, это манипуляция, и ее надо расценивать как манипуляцию. Это люди, которые, наверное, уже разучились правду как таковую говорить, понимаешь, естественно, у них это все расходится. Я не удивлюсь, что тут через неделю тот же Уоррен Баффет окажется, что он тут тоже уже каким-то боком на этом рынке, понимаешь, это самый противный, который там. Ты не единственный, который об этом говорит, хотя я точно знаю, я читал где-то статью, что у него ряд же получается, у него же много всяких компаний, да, и фирм, что какая-то компания точно либо инвестирует, либо занимается, короче, что-то, ну, вот, связанное с блокчейном, с криптовалютами, точно. Однозначно, потому что такой человек, ну, я бы как бы усомнился бы тогда в том, что он там лучший, как бы своего рода инвестор своего времени, трейдер. Ну, как бы он просто даже ради эксперимента, ради любопытства обязан был бы просто зайти на этот рынок и разобраться, что это такое. Ну, смотри, я о Баффете знаю одно. Человек славится тем, что он никогда не заходит, не участвует, в общем, в инвестициях на тех рынках, о которых он мало что знает и понимает. Вот если он не понимает, как вот устроено это все изнутри, то он обычно не участвует в этом. А почему вот он доткомовские вот эти все истории, он их, как бы, ну, проморгал, потому что он, как бы, ну, он честно говорит, я просто не разбирался в этом все. Ну, я бы в нем, честно, разочаровался, если бы он бы такую инвестиционную возможность, как крипторынок, прошел бы рядом, бы, как бы, не заинтересовался, что это такое. Ну, он бы просто... Ну, с другой стороны, это все тоже, как-то, уже такие старые люди, там, и Сорос, и... Нет, 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 они же, ну, смотри, Леонти, ну, все-таки они же, как бы, ну, старые-то они старые, но с ихним опытом, и за ними стоят громадные команды, просто аналитиков, специалистов, которые... Ну, это да, это, как бы, они не одни, это, как бы, ну, понятное дело, конечно. Если вот смотри... Это просто все, как бы, опять расхождение слов и дела, на самом деле, происходит. В дополнение, в дополнение, как раз, вот, к истории с Соросом и с Ротчелдами, что у нас также есть еще одна семья, как бы, Рокфеллеры, да, тоже знаменитая семья, американцы. Вот они, получается, один из их, опять же, фондов, Венрок называется, и вот Венрок, он, как бы, это от слова «венчер» и «рокфеллер». Вот этот вот Венрок занимался тем, что инвестировали в многообещающие, да, бизнесы, в том числе они инвестировали в стартапы в свое время, такие, как вот Intel и Apple, то есть нужно понимать. А теперь вот этот вот Венрок заключил, у нас, получается, заключил он партнерство с одним фондом, криптофонд, короче. Сейчас найдем, какой именно фонд. Коинфонд, вот он, Коинфонд называется, это, получается, инвестиционный фонд, криптофонд в Бруклине находится. И, ну, вот тоже такая история, то есть Рокфеллер теперь в том числе и тоже присоединяется к этой криптовечеринке, так нужно сказать. Ну, ты видишь, просто, как бы, рядом с крипторынком начали всплывать такие имена, ну, которые, как бы, для всех ассоциируются, я не знаю, блин, с самой-самой вершиной вот этой вот пирамиды, которая у нас существует в мире капиталистической, да, и вот эта вся верхушка этой капиталистической пирамиды начала, как бы, эти фамилии начали всплывать рядом с криптомиром, с биткоином и так далее. Если обратить внимание на то, что пишут люди, то, в принципе, конечно, никто не доволен, поскольку, ну, как бы, репутация у этих людей, она такая, да, среди простого населения, она негативная к Соросу, Ротчелдер, Рокфеллеры, да, все это, как бы, их называют, там, иллюминатами, там, просвещенные, там, люди, которые войны начинали, там, да, мы же вот как раз статью разбирали на прошлой неделе, там же как раз про Натана Ротчелда говорилось, что человек, по сути, как бы, заинтересован был, получается, в проигрыше Франции против войны, когда война шла с Англией, но, когда, получается, он первую новость узнал о том, что Англия выиграла, но он в Лондон, когда вернулся, он, получается, слухи распустил, что мы проиграли войну, да, так получается, и люди стали распродавать. Это история такая, довольно-таки известная, да, когда он фактически с помощью манипуляции вот этой новостью скупил фактически всю британскую промышленность, и все, ну, практически все скупил, просто. Да, 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 то есть, ну, вот. Можно сказать, что он скупил всю британскую империю под эту новость, вот так вот, можно сказать. Ну, в принципе, так и есть. Так и есть. Просто потом, опять же, слухи распускались, что вроде как, ну, они каким-то образом все свое богатство растеряли. Каким образом они могли растерять свой богатство? Ну, ладно, это все слухи, как там на самом деле. Я думаю, люди такого уровня ума, они знают, как распустить нужные... Здесь вот еще хотел в дополнение ко всем этим новостям, все-таки все ждут вот этих вот институциональных инвесторов, что вот они в ближайшее время должны заходить, и что как раз вот для них вся эта инфраструктура готовится. Тем не менее, вот здесь вот одно исследование интересное было проведено, и получается, ну, опросили 400 вот таких вот институциональных инвесторов, а это получается вот эти вот family offices, да, там, пенсионные фонды, ну, и так далее. То есть, все, что можно отнести к этим вот институционалам, да, так больше половины или почти половина из вот этих 400 институциональных инвесторов не знают, что такое криптовалюты, понимаешь? Ну, то есть... Ну, вот смотри, Леонти, вот такие инструменты, как ETF, запуски, допустим, для биткоина, это как раз тот инструмент, который вот этим 50% поможет как бы начать задумываться, что это такое, и начать изучать данный как бы аспект. То есть, это, знаешь, как своего рода связь, фактически вот это вот то, что сейчас на Чикагской бирже хотят запустить ETF биткоина, это фактически как бы хотят сделать инструмент, который поможет вот этих вот институционалов, которые еще про это ничего не знают, ну, задуматься и начать разбираться, что это такое крипторынок. Да, ну, просто... Это, знаешь, для них как ключ своеобразный для входа в крипторынок. Как бы нужно понимать, что вот вроде как вот эти вот серьезные там организации и все такое, но даже они еще очень далеки от того, чтобы вот прям так вот заходить в этот крипторынок. Но, как бы согласиться можно, конечно, с тем, что ETF биткоина, он должен именно позволить всем этим людям, с одной стороны, быстро познакомиться с крипторынком, да, с биткоином, а с другой стороны, легко как бы... Это знаешь, что такое ETF, это для них, это своего рода, помнишь, когда мы говорили, что крипторынок должен стать попроще для конечных инвесторов? Совершенно верно, да. Вот это ETF, это как раз один из таких инструментов. Конечно, конечно, конечно. Так, ну, мы уже сейчас вот будем завершаться. Просто вот одну интересную такую новость вытащил про так называемый IPO эфира. Но IPO это как бы не паблик офферинг, да, а пэн офферинг. То есть, получается, одна из... Перекрасировали своего рода. Да, итальянская компания по... Первичное размещение ручек, что ли, получается? Да, по созданию, в общем, таких люксовых, дорогих ручек, да, и вот они в свое время провели уже такой вот IPO биткоина, то есть, получается, какое-то ограниченное количество как шариковых ручек, так и перьевых ручек было выпущено. В стиле именно вот ICO, да, то есть, тоже ты как вот там пресейл своего рода, ты заходишь по скидочным там ценам, покупаешь ручки коллекционные. Потом, естественно, цена как бы дороже-дороже становится. Вот, а сейчас они решили сделать для эфира такую же историю. Можно приобрести, получается, вот эти коллекционные ручки. Интересно, кстати, для китов именно криптомира именно интересные вещи такие. Знаешь, как своего рода, как Паркер такой, как в свое время Паркер, это как показать такую, знаешь, статусную вещь, да, то вот эти ручки могут статусной вещью стать именно для криптокитов. Да, вот смотри, получается, с 8 апреля по 8 мая можно купить со скидкой в 50%. Самое интересное, здесь вот такой комментарий смешной, что вот как бы максимум supply, да, что всего там 888 шариковых ручек и 88 перьевых. А у эфира вот этого максимум supply же нету, как бы, да, там неограниченное количество эфира. Ну да, получается. Да, это такой комментарий, что вот. Типа ручки на эфир могут в неограниченном количестве быть выпущены своего рода. И здесь вот у нас, получается, биткоин уже был, вот за эфир это люди голосовали, то есть есть у них, получается, последователи, они вот проголосовали за то, чтобы вот сейчас ручки с эмблемой эфира вышли, а потом, скорее всего, будет биткоин кэш, рипл там, ну и так далее, то есть топ-10 монет. Так что вот здесь вот получается сайт eathpen.com, вот оно как раз вот здесь вот можно приобрести. Кому будет интересно, конечно, в принципе. В принципе, мне такие вещи интересны, просто я понимаю, что здесь вот как бы решили ручки привязать к криптовалюте таким образом, да. И, естественно, это ограниченное количество, то есть больше никогда не будет выпущено. Но с другой стороны, другая фирма, которая выпускает ручки, сможет сделать то же самое, поэтому как бы вопрос такой. Но это знаешь, как вещи выпускаются для будущих коллекционеров своеобразные. Ну тут все как положено, тут, допустим, там где-то немножко там золото добавить могут, платину там, кожаный вот такой чехольчик. Так что, ну, просто интересная новость, кому будет интересно. В принципе, мне интересно, но я, конечно, участвовать в этом не буду. Ну и напоследок, вот здесь вот тоже вышла на выходных статья, получается, про цифровую экономику. Здесь, ну, действительно, очень много интересных людей участвовало во всем. Здесь, получается, целый ролик где-то на 10 минут почти. И много высказываний, связанных именно с цифровой экономикой, да, что это вот, ну, действительно, мы вот переходим в новый этот этап. Мы с тобой как-то вот на прошлой неделе разбирали, и во многих англоязычных стадиях называют, как бы, четвертая индустриальная революция, да. Да. А здесь, получается, речь идет об экономике знаний, то есть, ну, на русском языке больше такое, как бы, понятие. Ну, своего рода, как информационная это, информационная своего рода стадия наступает развития человечества. Ну, вот, одни говорят, это индустриальная революция, да. А здесь или, как бы, стадия знаний, или информация своего рода. То есть, информация самая ценная, что сейчас есть. Да, поскольку сайт, вернее, это Мир24, это, получается, у нас канал, который, как бы, евразийский такой канал, новости из, вот, Евразес, насколько я понимаю, там, Россия, Казахстан, Беларусь, там, Армения и так далее. И, вот, как бы, представители всех этих стран, они высказываются по поводу блокчейна, в том числе. Здесь ряд интересных, там, примеров приводится, там, что, вот, если ты, там, действительно, какой-то артист, выпускаешь свою продукцию, что, вот, действительно, блокчейн тебе поможет. То есть, многие бизнесы, вот, начнут работать, действительно, вот, таким вот образом уже, уже очень в ближайшее время. Ну, здесь вот я, просто, маленький фрагмент, здесь один знакомый мой сейчас будет. Так, почему-то не играет у нас ролик. Здесь вот девушка танцует, видишь, сзади? Да, да, да. А вот это вот знакомый мой, я ему потом покажу. Попал в кадр, да. Да. Так, ну, в принципе, на этой новости, ну, я просто, как бы, рекомендую, на самом деле, ознакомиться вот с этим сюжетом, да, посмотреть, как бы, ссылку, ссылку в описании оставлю под видео. Так что, можно прочитать эту статью и вот это вот видео посмотреть. Спасибо за просмотр, ставь лайк, комментируй, если есть тебе что сказать, подписывайся на наш канал Криптомыло, присоединяйся к нашему крипто-сообществу на ресурсе decrypto.email, вот, удачи и до завтра. Да, всем крипто-удачи, всем пока-пока. Пока. Пока.